Нацистская Германия, 1943 год. Глубокий тыл, Гамбург. Сотни американских и английских бомбардировщиков превращают город в пылающий ад. Фугасные бомбы разрушают здания, зажигательные вызывают огненный шторм. От сверхвысокой температуры плавится асфальт, бегущий от пожаров, застревают в нем и сгорают дотла. Если кто-то в 1939 году сказал бы этим людям, что подобное может произойти с ними, те просто отмахнулись бы. Ну что за бред? Гамбург был процветающим мирным городом. Немцы смотрели в будущее с оптимизмом. Безработица преодолена, Рурская область возвращена, Австрия и Судеты присоединены. И все это практически без единого выстрела. Гитлер борется за мир, в котором Германию будут уважать и бояться. А граждане Рейха будут жить благополучнее, чем когда-либо. Сегодня я расскажу, как на протяжении Второй мировой войны менялись настроения, заботы и надежды жителей страны-агрессора, нацистской Германии. Как немцы проделали путь от комфортного игнорирования войны в 1939-м до кромешного отчаяния в 1945-м. И почему немецкий народ так и не восстал против Гитлера и развязанной им самоубийственной войны. А также, что эти люди думали после окончания войны. Несмотря на милитаристскую основу режима Гитлера, десятки миллионов немцев войны вообще-то боялись. Даже те, кто носил значки со свастикой, понимали, война — это зло. Люди прекрасно помнили Первую мировую и так называемую брюквенную зиму 16-17-го годов. Тогда умерли от недоедания больше полумиллиона человек. Помнили, что война закончилась революцией, гиперинфляцией и нищетой. Слова «невидеркриг» — «лишь бы не было войны» — были самым распространенным лозунгом эпохи. Нацисты понимали страхи людей. Поэтому рассказывали, что они-то сами вообще-то стремятся к миру. Да только вот незадача. Германия окружена врагами со всех сторон. Поэтому, как ни крути, надо оброняться. Нападение на Польшу Министерство пропаганды представило как антивоенные действия. Надо было защитить немецкое меньшинство в Польше и продемонстрировать силу, чтобы не пришлось потом воевать по-настоящему, как в прошлый раз. Немцы поверили пропаганде. Когда 3 сентября Англия и Франция в соответствии с обязательствами перед Польшей объявили Германии войну, это лишь подтвердило позицию власти. Страна защищается от внешней агрессии. А раз речь идет о защите Родины, не время думать о партиях и политике. Однако того воодушевления, которое царило на берлинских улицах в начале Первой мировой, на этот раз не было. Вместо восторга и национального единения людей охватила тревога. Вдруг повторится кошмар прошлой, Первой мировой войны. Эти опасения находили подтверждение в быту. 26 августа была объявлена мобилизация. Забрали миллионы мужчин. 27 августа были введены продовольственные и даже одежные карточки. Сам факт дефицита еды вызвал слухи о том, что скоро будет нечего есть. Первого сентября в Берлине впервые зазвучала воздушная тревога. Хотя польские самолеты не долетели до столицы, теперь приходилось затемнять окна в домах, а вечерами на улицах не зажигали фонари. Но вскоре к переменам привыкли. Тем более, что Польшу победили быстро, а реальные военные действия с англичанами и французами так и не начались. Люди надеялись, что теперь, когда польский вопрос наконец решен, с Германией заключат мир. Нацисты, зная об этом желании, продолжали притворяться миротворцами. Партийная газета «Фолькешер Бео Бахтер» писала на своей первой полосе «Германия хочет только мира, никаких намерений воевать!» 6 октября Гитлер заявил в Рейхстаге, он готов заключить мир с Англией и Францией без каких-либо условий. За пределами Германии никто в это не верил. Но внутри страны вполне. Ведь это нам объявили войну, мы ничего плохого не хотели, только поставить на место взорвавшуюся Польшу. В ожидании скорого мира люди стали психологически свыкаться с мыслью «Да, гора колбас будет пониже, пиво пожиже, но мы выставим». Снабжение по-прежнему было ключевым фактором. Нацисты изо всех сил старались не допустить даже признаков голода. Перед войной запасали зерна, картофеля и овощей, субсидировали сельское хозяйство. В результате рацион с началом войны, хотя и стал однообразнее, но недоедания в Германии осенью 1939 года не было даже и близко. Другие невзгоды тоже были умеренными. К затемнению и рационированию прибавилась нехватка угля. Из-за холода зимой пришлось на время закрыть часть школ в Берлине. Люди носили в домах теплую одежду и критиковали коммунальные службы. Проблемы ЖКХ обсуждать. В остальном жизнь в тылу шла по-прежнему. Работали рестораны, театры и кино. На стадионах играли в футбол. 26 ноября в Берлине 90 тысяч зрителей смотрели, как еще недавно не самая сильная немецкая сборная со счетом 5-2 громит чемпионов мира, итальянцев. Еще бы им этого не сделать. Теперь после аншлюса за немцев играют игроки венского Рапида, на тот момент одного из сильнейших клубов в Европе. Один из них, Франц Биндер, делает хэт-трик. По вечерам радиоприемники передавали веселые опереты и варьете. Геббельс считал, что радио даже во время войны не должно быть занудным. Огромную популярность обрела передача «Концерт по заявкам». Ее слушал буквально каждый второй. В передаче зачитывались письма солдат и их близких друг другу, а ведущие ставили по их просьбам музыку. Люди признавались друг другу в любви, женщины сообщили мужьям о рождении детей, а солдаты – о скором возвращении или отпуске. Концерт по заявкам позволил немцам нормализовать войну, сделав ее чем-то домашним и повседневным. В январе 1940 года в Берлин приехала дочь русского эмигранта-аристократа, 22-летняя княжна Мария Васильчикова. Мария известна своим дневником. Она вела его до самого конца войны. По ее записям можно судить о повседневных заботах жителей Берлина. Вторник, 7 мая 1940 года. Ужин был довольно бестолковый. Булочки, простокваши и джем. Иногда я просто прихожу в отчаяние. После работы приходится выстаивать очередь за каким-нибудь кусочком сыра в палец толщиной. Но люди в магазинах по-прежнему дружелюбны и воспринимают все это с улыбкой. В первой половине 1940 года дефицит в жизни Васильчиковой несущественная, а порой даже комическая часть жизни. Она работала в МИДе. И в апреле ее начальство заволновалось. Резко увеличился расход туалетной бумаги. Сначала подумали, что проблема в каком-то массовом поносе. Но болезнь затянулась на неделе. Что же такое? Выяснилось, что сотрудники просто уносят туалетную бумагу домой. В итоге ее стали раздавать небольшими порсами. Раз в день, в индивидуальном порядке и только по надобности. В остальном, у Марии, как и у остальных берлинцев, хорошо налажена комфортная жизнь. Работа, прогулки с друзьями, посещение театров и концертов. Эта жизнь будет потревожена в мае вестями с фронта. 10 мая вермахт начал кампанию против Франции. Министерство пропаганды снова объявило это вынужденным ответным ударом, вызванным попыткой союзников вторгнуться в немецкий Рурский район. Служба безопасности сообщали в правительство. Немцы внутренне убеждены в необходимости такого трудного шага и в принесении жертв, которые он потребует. Однако, на самом деле, немцы были сильно обеспокоены. В сентябре 1939 года они надеялись, что формальное состояние войны, которое не сопровождается никакими боевыми действиями, вот-вот сменится официальным миром. А в результате получили открытое военное столкновение со страшным врагом Франции. Всего лишь 20 с небольшим лет назад в такой же войне, в тех же местах погибло почти 2 миллиона немцев. И результатом для Германии была тотальная национальная катастрофа. У французов самая сильная армия в Европе. Плечом к плечу с ними воюют и англичане. Случилось именно то, чего боялось все население, 20 лет повторявшее, лишь бы не было войны. И тем больше был общий восторг, когда страхи не оправдались. Блицкриг оказался небывало успешным. Шесть недель непрерывных успехов, небольшие потери, вот и вся война. 14 июня пал Париж. Неделей позже Франция вообще капитулировала. На улицах немецких городов начались стихийные празднования. В кинотеатрах давали по 10 сеансов фронтовой хроники в день. И от публики отбоя не было. Это был незабываемый и неожиданный триумф, который связывали прежде всего с именем Гитлера. Теперь немцы называли его генералом бескровным и величайшим полководцем. В его звезду поверили даже отпетые скептики. Он совершил небывалое. Во власти Германии оказалась Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия. Англия еще воюет, но ее капитуляция – дело времени. Война обернулась праздником. Когда 18 июля в Берлин вернулась 218-я пехотная дивизия, толпа осыпала солдат цветами. Молодежь осаждала военкоматы, чтобы записаться в вермахт добровольцами. В Германию из Франции шли сотни писем полевой почты с радостными известиями и описаниями съеденных блюд. Мы съели сначала свиную ногу, затем жареную телятину, колбасу с овощами и в завершении всего удивительный десерт – абрикосы с вишней. А за компанию с этим две бутылки красного вина. И все это богатство стоило нам невероятной цены в 9 франков. Мы живем во Франции как боги. Новые потребительские радости достались и немецкому тылу. Правительство установило новый обменный курс рейхсмарки для торговли с оккупированными странами на Западе, искусственно завысив ее цену на 60%. В Германию потекли дешевые французские, голландские и бельгийские товары. Устрицы и омары стали частью ежедневного рациона. Военные отправляли домой посылки с подарками. Например, будущий писатель Генрих Бель отправлял домой масло, яйца, дамскую обувь, а однажды половину молочного поросенка. Он служил в вермахте рядовым. Во время кампании в Польше не вылезал из госпиталя. Во Франции оказался после ее капитуляции. Со стоящей войной он столкнется только на Восточном фронте, и там еле выживет. После войны Бель прославился антифашистскими романами, и в результате получил Нобелевскую премию по литературе. Ну а пока Бель отправляет домой из оккупированной Франции посылки. И не он один. Каждый месяц в тыл приходило больше трех миллионов посылок. Один такой подарок достался и Марии Васильчиковой. Коллега подарил ей и другим сотрудницам французские духи. Триумф нацистов портила только несговорчивость Великобритании и Черчилля. Англия не желала заключать мер. Более того, с августа в жизнь немцев прочно вошла воздушная тревога. Первые английские бомбы упали на Берлин в ночь на 26 августа. Несколько дней спустя вторая бомбежка убила 10 человек. Героический орел Люфтваффе потускнел. Командующий авиацией Герман Геринг как-то пообещал, что сменит фамилию на Майер, если на Германию упадет хотя бы одна бомба. И теперь австрики называли его Гермайер. Майер это просто одна из самых распространенных фамилий в Германии. К воздушным тревогам стали относиться серьезно. Если кто-то не спускался в подвал, его будили. Управ дома, ходили по парадным, стучали в двери или громко колотили по кастрюле. Общей проблемой жителей крупных городов стало отсутствие нормального сна. Началась эвакуация детей из крупных городов. Национал-социалистическая женская организация предлагала родителям бесплатно отправить детей в сельскую местность. Но соглашались немногие. Результаты налетов были не очень разрушительными. За весь 40-й год в Рейхе погибло от авианалетов 975 человек. Статистику эту не опубликовали, и среднестатистический житель Рейха пока что воспринимал воздушную тревогу как раздражающую бытовую помеху, а не как знак смертельной угрозы. Так что вскоре немцы привыкли и к бомбежкам тоже. Каждый второй оставался в постели, несмотря на ввоющие сирены. В общем и целом люди осознают, что война будет долгой. Но особенно не тревожатся на этот счет. В текущей фазе война почти незаметна. К зиме интенсивность авианалетов снизилась. Немцы были уверены, что вскоре они прекратятся вовсе. Рейх уже завоевал пол Европы. Вот-вот даже упрямым англичанам придется признать победу Германии. Ночные воздушные тревоги, нормирование горячей воды и мяса казались немцам несущественной платой за их небывалый триумф. Это был ключевой момент в истории Третьего Рейха. Благодаря успехам 1939 и 1940 года режим получил колоссальный кредит доверия. Именно это и развяжет Гитлеру руки, позволив ему осуществить нападение на СССР и Холокост. В декабре 1940 года немцы встречали Рождество, как обычно, под звуки гимна «Тихая ночь». Им и в голову не могло прийти, что скоро тихих ночей не станет. Весна 1941 года прошла для немцев в ожидании судьбоносных и радостных событий. Одни ждали вызовки немецкой армии в Англии, другие – мирных переговоров. 22 июня для большей части населения стало сюрпризом. В 5.30 утра по радио выступил Геббельс. Он зачитал речь Гитлера. Еврейско-англосаксонские подстрекатели войны собираются использовать СССР, чтобы навязать немцам войну на два фронта и покончить с Германией. Фюрер, мол, надеялся решить дело миром. Но сейчас необходимо защитить не только Рейх, но и всю Европу. В тот день пожилой филолог Виктор Клемперер сидел в одном из дрезденских кафе. Женщина за соседним столиком дала ему свежую газету и сказала, «Наш фюрер, ему пришлось выносить все это в одиночку, чтобы не тревожить свой народ». Другие посетители тоже не выразили скепсиса по поводу решения Гитлера. Не смутили их и утверждения о превентивной войне, несмотря на отсутствие доказательств агрессивных планов Сталина. Виктор Клемперер запишет эту историю в дневник, который он будет вести всю войну, а потом переделает в прославившую его книгу «Язык третьего рейка». Клемперер, кстати, был евреем. Нацистский режим терпел его лишь потому, что его жена была немкой. Сотрудники тайной полиции также докладывали, население верит, что другого выбора у Германии не было. Наши христианские епископы, ранее критиковавшие режим, теперь в проповедях благословляли войну против безбожных большевиков. Армия, а вместе с ней и тыл, надеялись на очередной Блицкриг и на завершение кампании к концу года, аккурат к Рождеству. Однако вскоре оказалось, что война с СССР совсем не похожа на войну с Францией. В тылу об этом узнали из писем с фронта. «Мне начинает казаться, что настоящая война началась только сейчас. Все, что было до сих пор, учебные маневры, не более. Русские отчаянные смельчаки, они дерутся, как дьяволы». В октябре пресс-секретарь Гитлера Отто Дитрих заявил, что Москва уже практически взята. Между армией и городом пустое пространство. Газеты и радио трубили о военном крахе большевиков. Кинотеатры анонсировали выход документального фильма «Немцы вступают в Москву». Но в ноябре стало понятно, что к Рождеству солдаты не вернутся. Из армии стали приходить известия о страданиях войск от мороза и от громадных потерь. А в декабре, после контрнаступления Красной Армии под Москвой, в тыл массово пошли похоронки. Доверие к пропаганде было серьезно подорвано. В ходу были анекдоты на вроде «Приходит немец на исповедь с радиоприемником и говорит священнику «Святой Одесс, он должен покаяться, он слишком много врал в последнее время». Министр пропаганды Геббельс понял, что надо срочно восстанавливать подшатнувшееся доверие нации к режиму. Он решил повторить успех концерта по заявкам и 20 декабря объявил о начале кампании «Зимняя помощь». Граждане Рейха собирали для солдат теплую одежду и другие необходимые вещи. В кампании приняли участие 2 миллиона добровольцев. Романтические настроенные женщины массово вязали и шили куртки, шапки, варежки и маскировочные калаты. Вместо обсуждения перспектив войны, ее целей и оправданности жертв, нация обсуждала морозы, сапоги, носки и свитеры. Тыл помогал армии и демонстрировал готовность к самопожертвованию. Это был последний большой успех Геббельса. Жертвовать в начале 42-го года приходилось уже не столь малым, как два года назад. Вновь начались серьезные перебои с углем. Берлинцам приходилось добывать дрова в лесах и парках. Дети собирали сухостой. Из-за холода начались эпидемии дифтерии, кории и скарлатины. 6 апреля 42-го года резко уменьшили средние нормы выдачи хлеба, мяса, жиров и сахара населения. Мясо, например, обычному немцу теперь полагалось всего 300 граммов в неделю. Увеличилась доля картофеля в рационе, а качество выдаваемых продуктов, например, хлеба и джема, снизилось. В полицейских донесениях отмечали рост критических высказываний. Люди жаловались на очереди и недостатки еды, на то, что им скоро нечем будет кормить детей, на то, что совершенно непонятно, когда же наконец настанет долгожданная победа. Гитлер, который по-прежнему опасался, что новая брюквенная зима подорвет его власть и приведет к революции, решил выжить максимум из оккупированных территорий. Прокормить немцев должны были покоренные ими народы. Их разграбление началось еще в 39-м и 40-м году, но достигло своего апогея летом 42-го. Поставки продовольствия из оккупированной Франции и советских территорий более чем удвоились. Ресурсы выкачивали и из Бельгии, и из Нидерландов, и из Чехии. Польша кормила армию на Восточном фронте и частично немецкий тыл. За один этот год в Польше для Германии забили 1 миллион голов скота, заготовили 5 миллиардов литров молока. В результате в октябре апрельское уменьшение рациона удалось отменить. Однако надолго удержать потребление продовольствия на уровне начала войны оказалось невозможно. Слишком много мужчин ушло на фронт. Слишком много рабочих трудилось на военных производствах. В 43-м году норма потребления снова сократилась. Мария Васильчикова все чаще пишет о еде. Так ей хочется есть. Чтобы купить яблок, она едет на поезде с подругой в деревню. А бутерброды добывает в полевой кухне, развернутой для пострадавших от бомбежек. Газеты пестрели рецептами Первой мировой. Из картофельной муки, чечевицы, брюквы и капусты домохозяйки готовили ксевдо-фрикадельки, котлеты и даже кексы. Собирали грибы, ягоды, дикие яблоки и одуванчики. На рынках Берлина продавали собранную Гитлерюгендом крапиву. Конечно, все это сопровождалось ворчанием. Но пока что привыкшие к военным тяготам люди мирились с проблемами. Повсеместно распространялось воровство, махинации с талонами. По-прежнему значимую роль играли посылки с оккупированных территорий. То, что солдатам и офицерам удавалось украсть или купить по низкой цене. Популярен стал такой анекдот. В Бельгии схватили двух английских шпионов в немецкой форме. Разоблачили их сами бельгийцы. Они удивились, как это немцы и без чемоданов. Чтобы смягчить воздействие плохих новостей, нацисты старались поддерживать в тылу не только уровень потребления продуктов, но и работу кино и театров. Три сотни труп давали по 2-3 спектакля в день. Ромео и Джульетта, Фауст, постановки классических произведений Шиллера и пьес молодых авторов, опереты Иоганна Штрауса, мюзиклы и комедии практически на любой вкус. Правда, даже когда показывали легкие спектакли о любви, после представления публику призывали встать и исполнить гимн или нацистскую песню Хорста Вессин. Тех, кто не вставал, могли осыпать бронью или избить. Зимой 43-го года немцы потерпели поражение в битве за Сталинград. Весной случился еще один провал уже в Северной Африке. О скорой победе теперь продолжали говорить только фанатики. Росло число внутренних эмигрантов. Их тихое сопротивление заключалось в мелочах. Они не пели нацистских песен, не ходили в кино, рассказывали анекдоты про Гитлера. Вместо обязательного «Хайль Гитлер» они говорили «драй литр». Три литра, типа. Но вступали евреям место в автобусе, ловили радио BBC, слушали запретный джаз. Геббельс понял, что прежние методы пропаганды уже не работают. Поддерживать иллюзию комфортной жизни в тылу не получается никак. Эту ситуацию не изменить. Значит, нужно изменить отношение к ней. Пусть все население Германии преисполнится боевым духом. 18 февраля Геббельс прочел в Берлинском дворце спорта одну из самых своих известных речей. Речь о тотальной войне. В зале сидели проверенные и благонадежные нацисты, которые ни того не закричат. Население, судя по сообщениям тайной полиции, отреагировало более скептически. Аплодисменты назывались режиссированным, а саму речь Геббельса – бессмысленной и ничего не меняющей. Узнав об этом, Геббельс даже как будто утратил веру в свое пропагандистское мастерство. Неважно, какое настроение у населения, хорошее или плохое, главное – это нести свою ношу. Выражения вроде «патриотизм» и «воодушевление» более неуместны. У немецкого народа попросту есть обязанности. И этим все сказано. Эти мысли Геббельса – не случайность. С 1943 года нацисты вообще все чаще прибегали к репрессиям и еще больше – к угрозе их применения. Можешь не верить в победу, но повиноваться – изволь. Другого выхода у них и не было, потому что весной 1943 года война пришла в Германию по-настоящему. Авиация союзников начала стратегические бомбардировки Германии. В немецких городах начался ад. Союзники хотели не только разрушить ключевые объекты военной промышленности Рейха, они надеялись, что разрушение немецких городов приведет население и вермахт в отчаяние, и немцам придется капитулировать. С марта вся жизнь в немецком тылу подчинялась воздушным тревогам. Союзники несколько месяцев бомбили промышленные центры Рура и Вестфалии. Дуисберг, Бохум, Крефельд, Дюссельдорф, Дортмунд, Вуперталь и другие города. В конце июня в Кёльне от бомбежки погибло 4,5 тысячи человек. В центре города не осталось ни одного целого дома. Затем пришел черед Гамбурга. Фугасные бомбы превратили центр города в гигантский костер. Матери оборачивали детей в мокрые простыни и выталкивали их из задумленных подвалов на улице с криком «Беги!». Я видела лишь бушевавший вокруг огонь. Все было раскалено, как угли в печке. В лицо полыхнуло жаром. Я выбежала на улицу. Простыни, в которой меня обмотала мама, действовали как парус. Было ощущение, что тебя уносит огненный смерч. В огне Гамбурга погибли 34 тысячи мужчин, женщин и детей. 16 тысяч жилых домов превратились в руины. Это половина зданий в городе. 900 тысяч человек остались без крыши над головой. Выживших кормили активисты и военные. Людей размещали в школах и на скоросколочных бараках. На железнодорожных станциях и речных присталях. Оказывали первую помощь, раздавали еду, затем эвакуировали. Но в основном люди убегали из дымящихся городов сами. На телегах, велосипедах, с тачками и чемоданами тащили уцелевшие с карты. В ночь на 23 ноября запылал Берлин. За следующие несколько дней от бомбежек погибли почти 4 тысячи человек. Лавины бомбардировщиков раз за разом прорывались через немецкую ПВО, прямо к центральным кварталам. Туда, где располагались правительственные здания. И где жила Мария Васильчикова. 23 ноября она была дома с отцом. Бомбили непрерывно больше часа. Васильчиковы слышали, как обрушился соседний дом. Упади бомба на несколько метров ближе, им пришел бы конец. Когда Васильчиковы вышли на улицу, то обнаружили, их улица выгорела полностью. Мне сделалось жутко. Целый район, где я хорошо знала многие дома, уничтожен за одну ночь. Я пустилась бежать и бежала, не останавливаясь, пока опять не очутилась на люцовш трассе, где рухнуло здание как раз в тот момент, когда я пробегала мимо. Пожарный что-то крикнул мне и другим прохожим, оказавшимся поблизости. Я не разобрала, что. Мы бросились на земь, я прикрыла голову руками. После войны среди немцев провели опрос, спрашивали, что им было труднее всего выдержать. 91% ответили, что о бомбардировке. Люди проводили ночи в подвалах и бомбоубежищах. Пробирались на работу через развалины. Общественный транспорт не работал. Постоянно были перебои с подачей воды, газа и электричества. После налетов власти старались разрядить обстановку дополнительными пайками, сигаретами, мясом и настоящим кофе, который стал большой редкостью. Жителям Мангейма, оставшимся работать в городе, давали даже вино и по полфунта телятины. В качестве компенсации материального ущерба выдавали деньги, а также мебель, посуда и одежда из конфискованного у евреев. К 44-му году такого имущества раздали 18,5 тысяч вагонов. Метафорическое газетное понятие «домашний фронт» перестало быть преувеличением. 15-16-летних школьников начали призывать во вспомогательные силы ВВС и ВМФ. Служили они в основном в зенитных батареях, помогали подносить снаряды, обслуживать прожекторы. Вместе с ними служили пожилые резервисты и девушки. Бомбардировки ударили по репутации нацистов сильнее, чем поражения в Сталинграде и Тунисе. После разрушения Кёльна и Гамбурга поднялась волна антинацистских настроений. Гитлера и партию критиковали за неспособность защитить Германию или добиться мира. Многие обсуждали, что смещение Гитлера генералами, как это произошло с Муссолини, стало бы шансом на сепаратный мир США и Великобритании. Жительница Кёльна Криста Лемахер после бомбежек писала брату так. В Гамбурге после бомбежек отчаявшиеся люди срывали с нацистов знаки различия. В Дюссельдорфе появился повешенный на самодельной виселице портрет Гитлера. Припоминали нацистам и еврейский вопрос. Неожиданным для режима образом причем. Многие соглашались с пропагандой, что бомбежки организованы еврейскими подстрекателями войны. Но считали это местью за то, как Гитлер обошелся с немецкими евреями. Мол, надо было с ними вести себя осторожнее, а то вон что вышло. О том, что нацисты творят на Востоке с евреями, многие к середине 43-го года, если не знали в подробностях, то догадывались. То к знакомым приедет фронтовик и расскажет о расстрелах, то кто-то даст почитать контрабандную иностранную статью на эту тему. Но говорить о Колокосте было не принято, слишком страшно. Так что несогласие с геноцидом евреев в основном проявлялось в мелочах. Например, некоторые коллеги Виктора Клемперера на заводе улыбались ему, тепло с ним общались, могли подарить яблоко. Для евреев в тех условиях это многозначено. Слухи о Колокосте давали понять, что у режима нет никакого пути назад, а значит, пока Гитлер у власти надеется на мир не стоит. Чтобы не злить людей, гестапо летом 43-го не арестовывало людей даже за открытые разговоры о необходимости смены режима. Но эта терпимость продлилась недолго. Уже в октябре Генрих Гиммлер по радио стал грозить пораженцам смертью. Последовало несколько показательных процессов, жертвами которых стали обыватели, критически выскажившиеся о Гитлере. Одним из них стал молодой пианист Карл Роберт Крейтон. На него донесли подруги его матерь. Крейтона повесили в тюрьме 7 октября. Его семья прислали счет на 639 марок и 20 пфенингов за расходы на казнь. Но помогали нацистам не только репрессии. Пораженцам было не до серьезных протестов. Как и остальные, они вынуждены были в первую очередь заботиться о своем выживании. Необходимость что-то есть и спасаться от авианалетов оберегала нацистов от народного бунта лучше, чем устрашающие акции гестапо. Швейцарский консул Франц Рудольф фун Вайс описал моральное состояние жителей Кёльна после бомбежек словами «Глубокая апатия, поголовное безразличие и желание мира». Несмотря на желание мира, расчет союзников на подрыв боевого духа немцев не оправдался. Эффект скорее противоположный. Ведь при таких страданиях и трудностях политические соображения отступают на второй план. И все озабочены только тем, как залатать крышу, подпереть стену, поджарить картошку на перевернутом электрическом утюге. Я так сама жарила яичницу. Растопить снег, чтобы умыться. Люди в такие моменты становятся исключительно доброжелательными, стараются помогать друг другу. Реакцией на разочарование в режиме зачастую действительно становилось сплочением на патриотической почве. Если не может государство, мы сами справимся ради Германии и самих себя. Люди старались брать дело гражданской обороны в свои руки. Собирались для оборудования убежищ. Шли служить в зенитные расчеты и помогали пострадавшим. Даже если при этом они и говорили друг другу, что так дальше продолжаться не может. В тайной полиции и в ставке фюрера о таких разговорах знали и не собирались пускать ситуацию с общественным мнением на самотек. Пропаганда в очередной раз изменилась. Жертвы налетов уже не замалчивались и их, по сути, приравняли к солдатам. Погибших под бомбами стали посмертно награждать боевыми наградами. Кроме того, Геббельс решил, что необходимо преодолеть чувство беспомощности и уязвимости, охватившие население Рейха. Люди должны верить, что сила по-прежнему на стороне нацистов. 5 июня в очередной речи Геббельс пообещал, что на Британию вот-вот обрушится крупномасштабное возмездие. В газетах и радиопередачах вовсю стали говорить о некоем сверхсекретном оружии. Никакой конкретики не было, но людям она и не была нужна. Повсеместно стали распространяться слухи то об огромных ракетах, то о гигантских пушках на берегу Ла-Манша, которые могут стереть Лондон с лица земли. Эти слухи утешали немцев вплоть до конца войны. Но главное, населению внушалась мысль, что отступать некуда. О том, что коней на переправе не меняют, и что теперь Рейху надо было выйти из войны на достойных условиях. О том, что если страна проиграет, то всем будет еще хуже. Что маленькому человеку ничего изменить не получится, и надо выстоять, дожить до конца войны. В результате волна антинацистских настроений лета 43-го года постепенно спала. Помогла пропаганда и продолжение имитации нормальной жизни. Все еще работали школы, бары и магазины, ходили трамваи и продавались газеты. Знакомые по-прежнему слали подарки из Франции. Пусть и с перерывами из-за авианалетов работали театры и кино, в которых можно было на время спрятаться от ужасов войны. Огромным успехом пользуются романтические комедии «Два счастливых человека» и «Люби меня». Даже на футбол все еще можно сходить. В июле 44-го 70 тысяч зрителей смотрело в Берлине финал чемпионата Германии. Дрезднер взяла вверх над гамбургской командой 4-0. Пока шел матч, сам Гамбург подвергся очередной бомбардировке. А вот Берлину повезло и игра смогла состояться. Домашний фронт, как называли в газетах «тыл», снова адаптировался. Но осенью 44-го года другой фронт, настоящий, наконец подошел к самой Германии. Немецкая оборона посыпалась, и вербахт отступал на сотни километров на западе и востоке. Геббельс снова объявил тотальную войну. На практике это означало, что мобилизуют всех, кого можно мобилизовать. 60% коллег Марии Васильчиковой уволили. Мужчина отправили в армию, женщина — военные заводы. В начале сентября Васильчикова уехала в Вену, которую бомбили не так жестоко, и устроилась там работать медсестрой. В то же время развернулась массовая мобилизация гражданских на строительство укреплений. На западных и восточных границах сотни тысяч подростков, женщин и негодных к военной службе мужчин рыли окопы. До конца года полтора миллиона гражданских опробуют на себе скудное питание, сон на соломе и тяжелый труд с лопатами и тачками. Усилились бомбежки. Те, кто говорил в 43-м году, что надо перетерпеть невзгоды, потому что хуже уже не будет, поняли, что ошибались. Стало еще хуже. По разным оценкам, за годы войны в результате бомбежек погибло от 400 до 500 тысяч немцев, в основном гражданское население. Больше всего потерь пришлось именно на 44-й год и первые пять месяцев в 45-м. Ярость, вызванную бомбежками, Геббельс по-прежнему направлял на англичан и американцев, якобы подстрекаемых евреями. На многих это действовало. Немецкие мирные жители забили до смерти 350 пилотов и членов экипажей союзной авиации, совершивших аварийную посадку. И чем хуже становилась жизнь, тем больше люди цеплялись за остатки нормальности. Государственные институты еще действовали, и люди боялись их разрушения, даже больше, чем бомбежек. Подавляющее большинство считало, что попытка сменить режим во время войны губительна для страны. Когда 20 июля 44-го года заговорщики под началом полковника фон Штауфенберга попытались убить Адольфа Гитлера, взять власть и тем самым заберечь миллионы жизней, население восприняло их как предателей или как наивных дураков. Херш Тельтон, берлинец, далекий от нацизма, писал в дневнике так. Похоже, они считали войну проигранной и хотели спасти то, что еще возможно. Но все в целом в данный момент может лишь привести к гражданской войне, внутреннему расколу и рождению нового мифа об ударе в спину. Его сын, танкист Петр Штельтон, терпеть не мог нацистскую пропаганду. Но и он оставался лоялен государству, даже убеждался служивцев сражаться. Штельтон был одним из миллионов, чью волю питал страх перед Красной Армией. И на фронте, и в тылу это стало самой действенной мотивацией. Наслаждайтесь войной, потому что мир будет ужасен. Этот лозунг был в коду и среди обычных людей тоже. Фотограф Лизиолота Пурпер писала своему мужу, отступавшему на Восточном фронте. Я должна сказать тебе, закрой свое доброе немецкое сердце. Подумай о жестокости, которые предадут твою родную страну. Подумай о звериной беспощадности, с которой нас будут насиловать и мучить. Подумай об ужасных несчастьях, которые один лишь воздушный террор доставляет нашей стране. Ее муж погибнет в феврале 45-го. Бреслау, Кёнигсберг, Кюстрин и другие города превращали в крепости по образу и подобию Сталинграда. Для их защиты нацисты призвали всех мужчин от 16 до 60 способных держать оружие в фольксштурм, народное ополчение. По самым скромным оценкам, 3 миллиона человек. Люди шутили, что в фольксштурме будут те, кто уже умеют ходить и те, кто еще может ходить. Осенью 44-го закрыли театры, чтобы мобилизовать актеров и музыкантов. В начале 45-го закрылись и школы. Только тогда, после окончательного развала обычной повседневной жизни, люди то тут, то там начали выходить из повиновения и уклоняться от приказов начальства. Чтобы держать население под контролем, в феврале организовали военно-полевые суды. До конца войны эти суды отправили на эшафот за трусость около 7 тысяч немцев, как военных, так и гражданских. К началу 45-го года Рейх лишился почти всех оккупированных территорий. Его транспортная система дышала на лад, ресурсы подходили к концу. Нормы снабжения уменьшились по сравнению с началом войны вдвое. В феврале вместо муки стали выдавать зерно. В марте берлинские недельные нормы стали еще меньше. В апреле каждый выживал как мог уже. Мария Васильчикова голодала в Вене, как и местные жители, которые занялись вскапыванием грядок под огороды в парках. Германия превратилась в страну кочевников. Эвакуированных и беженцев было около 8 миллионов человек. Пустили восточные регионы Рейха из-за слухов о беспощадных русских, которые отчаянно подогревала пропаганда. Немецкие газеты рассказывали об убийствах, грабежах, изнасилованиях, распятых женщинах и детях. Плакаты обещали рабство, массовые убийства и уничтожение. Многие, приученные к рассказам о жестокости и варварстве низших рас, в это верили. Продолжалось и бегство из пылающих городов. Наиболее известным авианалетом последних месяцев войны стала бомбардировка Дрездена. 13-15 февраля 1945 года она случилась. Налеты там убили 25 тысяч человек. В том огне сгорел и дом Виктора Клемперера. Он и его жена спаслись, убежав из полыхающего города. Пожили немного у знакомых в деревне и присоединились к огромной массе беженцев. Те двигались в южном направлении, подальше от районов боевых действий. Массовое бегство прекратилось лишь в марте 1945. Стало ясно, бежать некуда. Союзники преодолели Вислу и Рейн. Красная армия стояла на берегу Одера, в 80 километрах от Берлина. Только когда возникало понимание, что завтра не будет никакого гестапо и нацистской партии, а будет оккупационная администрация, жители немецких деревень и городков наконец начинали протестовать против самоубийственных официальных распоряжений. Они повсюду умоляли военных уйти, чтобы не подвергать все разрушениям. Дезертирам помогали у крыс. Вывешивали на балконах белые флаги, чтобы их дома пощадили. Рабочие сторожили ЦК и шахты, чтобы перед отступлением вермахт их не уничтожил, следуя приказам Гитлера. Солдатам кричали, вы только затягивайте войну. Часто, как это случилось в Бохуме и Дуйсбурге, получалось убедить бургомистров и местных нацистов капитулировать. Но были и те, кто до самого конца отчаянно цеплялся за власть и верил пропаганде. Это было уже меньшинство, но все еще заметное. Обязательно находились такие, кто с непреклонностью на лице и абсолютной убежденностью уверял, что 20 апреля, в день рождения фюрера, произойдет поворот. Начнется победоносное германское наступление. Фюрер сказал об этом, настаивали они. А фюрер не врет. Ему следует больше верить, чем всем разумным доводам. Тогда же жители Берлина стали заложниками Гитлера, который решил защищать столицу до последнего. Цена этого решения Гитлера оборонять Берлин оказалась немыслимо высокой. Оценки числа погибших берлинцев достигают 100 тысяч. Из них 20 тысяч умерли от сердечных приступов и инсультов, 6 тысяч покончили с собой, а остальные погибли от артобстрелов и шальных пуль в ходе уличных боев. 30 апреля Гитлер застрелился в своем бункере в правительственном квартале. Спустя чуть больше суток командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг подписал капитуляцию. Спустя два дня советские солдаты раздавали берлинцам муку, картофель, хлеб и гуляш. Через пару недель в городе снова были вода и газ, начали ходить трамваи. Да, после последних сражений была жестокость, насилие, смерти и страдания гражданским. Но истребление немцев, которого все ожидали в случае поражения, так и не случилось. Почти до мая 45-го года нацистам удавалось сконтролировать умы, обманывать, запутывать, подкупать или запугивать немцев. Большую часть войны немецкий народ провел в убеждении, что это его страна подверглась нападению, что ее необходимо защищать вне зависимости от того, кто ей правит. Цена этих заблуждений была огромной. Во Второй мировой войне Рейх потерял около 13,5 миллионов человек. Из них, по разным оценкам, от 2 до 3 миллионов гражданские, погибшие на домашнем фронте. 40% жилищ в городах Рейха превратились в развалины. После 9 мая немцам предстояло еще немало испытаний. Восстановление городов, жизнь в проголодь, рост преступности, переселение миллионов людей из бывших областей Рейха. Со всем этим немцы в итоге справились. Но тяжелее всего дался процесс признания вины и переоценки прошлого. Поколение, травмированное войной и отравленное пропагандистскими мифами Геббельса, так и не сумело от этого оправиться. Долгие годы в Германии о войне предпочитали вовсе не говорить. Общественным консенсусом было представление о немецком народе в целом как о жертве, а не соучастнике преступлений. В лучшем случае во всем винили нацистов, обманувших доверие народа и армии. В худшем считали, что все было правильно и плохо лишь, что проиграли войну. Когда в 1948 году в американской зоне оккупации социологи провели опросы, оказалось, что 55% опрошенных считают национал-социализм вообще-то хорошей идеей, просто плохо реализованной. А что немцы несут ответственность за начало Второй мировой войны, признавало только 28% опрошенных. Солдаты и офицеры, вернувшиеся с фронта, замалчивали военные преступления и создали легенду о Белом Бермахте, сохранившем честь мундира и защищавшем страну согласно долгу и присяге. Историки и публицисты развеяли эту легенду по-настоящему только в 80-е и 90-е годы. Тогда появилась масса исследований, показавших, как сильно немецкий народ был вовлечен в войну и в геноцид. Настоящая доносификация Германии произошла только когда выросли новые поколения. Поколения, не повязанные с Гитлером кровью, не слушавшие концерт по заявкам и речи Геббельса и способные бросить упрек своим отцам. А почему вы дали себя использовать? Почему предпочли молчать? Почему отворачивались от очевидной правды? Эти вопросы часто повисали в тишине. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok